Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами подборкой вкусных и красивых блюд для праздничного стола. Это уже полностью составленное меню на 6-8 человек. Здесь есть 2 салаты, мясная рыбная закуска, основное блюдо – это самая вкусная и сочная утка. И, конечно, десерт. На десерте я предлагаю приготовить вкуснейший торт «Пьяная вишня». Уверена, такой праздничный стол понравится всем. Конечно, это меню вы можете дополнить и другими праздничными рецептами. Их много на моем канале. Основным горячим блюдом предлагаю приготовить вкуснейшую, самую сочную утку с яблоками в апельсиновом маринаде. Эта утка нравится всем, рецепт проверен годами. Она будет главным украшением стола. Такую утку надо начинать готовить заранее, чтобы она успела промариноваться примерно в течение 12 часов, а лучше всего, если она постоит в маринаде сутки. Утка сочная, ароматная. Подаю ее с апельсиновым соусом. Утку хорошо подготавливаю. Надо удалить все перья, обрезать крылышки, чтобы они не обгорали и обязательно удалить сальные железы. Готовлю маринад. В миску добавляю соевый соус, свежевыжатый апельсиновый сок, имбирь, натертый на мелкой терке, цедру апельсина и мед. Все перемешиваю. Соль я не добавляю, так как соевый соус соленый. Заливаю утку маринадом. Закрываю сверху пленкой и отправляю в холодильник минимум на 12 часов. В процессе маринования утку можно пару раз перевернуть. На застеленной фольгой противень выложу яблоки. Удаляю у них сердцевину и режу кольцами. На яблоки выкладываю утку. Очищаю ее от имбиря и цедры. Остальные яблоки разрезаю на 4 части, удаляю сердцевину. Лучше использовать зеленые крепкие яблоки с кислинкой. Перекладываю их в миску, добавляю немного корицы и меда. Перемешиваю. В сушеный чеснок добавляю черный перец и натираю этой смесью утку. Теперь вовнутрь утки выкладываю подготовленные яблоки и хорошо закрываю шпажкой. Накрываю сверху фольгой и отправляю запекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на полтора часа. Я достала утку из духовки, снимаю фольгу и поливаю ее сверху образовавшимся соком. Также, немного сока отбираю для приготовления соуса. Утку снова накрываю фольгой и буду запекать ее еще примерно 30 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке и по размеру утки, сколько времени вам понадобится. Готовлю соус. В сотейник выливаю жир и сок с утки, добавляю натуральный апельсиновый сок, лимонный сок, корицу и мед. Перемешиваю. Довожу до кипения. Развожу крахмал в небольшом количестве воды и вливаю в сотейник. Перемешиваю. Варю до загустения соуса. Если надо, можно добавить еще немного крахмала. Варю соус после закипания примерно одну минуту и добавляю кусочки мякоти апельсина. Соус закипел и он готов. Утку я достала из духовки, снимаю фольгу. Еще раз поливаю ее соком. Крылышки и лапки прикрою фольгой, чтобы они не обгорали. И отправляю утку обратно в духовку примерно на 20 минут, чтобы она красиво подрумянилась. Проверяю готовность утки. Течет прозрачный сок. Она полностью готова. Можно подавать утку к столу. Также готовим для мясной закуски самую сочную буженину в трех маринадах. Ее тоже надо готовить заранее. Примерно за одни сутки, чтобы мясо успело хорошо промариноваться. И вообще, такую буженину можно приготовить за один-два дня до праздника. Это очень удобно. Сначала мариную мясо в течение нескольких часов в кефире. Готовлю второй маринад. Ставлю кипятиться воду. На два с половиной литра добавляю две столовые ложки соли. Добавляю веточки розмарина, тимьяна, лавровый лист, имбирь, перец чили. Добавляю семена кориандра, перец горошком и гвоздику. Рассол закипел. Оставляю его остыть до комнатной температуры. Прошло примерно 5 часов. Перекладываю мясо из кефира в рассол и оставляю его на ночь в холодильнике примерно на 10-12 часов. Достаю мясо из рассола, обсушу его бумажными полотенцами. Готовлю третий маринад. Буду измельчать в ступке чеснок, имбирь, перец чили, семена кориандра и соль. Все тщательно перетираю. Добавляю паприку и сушеный чеснок, оливковое масло, черный перец. Перемешиваю. Обрываю листики розмарина и тимьяна. Перемешиваю. И теперь этой пастой натираю мясо со всех сторон. Оставляю его на столе примерно на 20 минут, чтобы мясо прогрелось до комнатной температуры после холодильника. Перекладываю мясо на выложенную в несколько слоев фольгу и заворачиваю его. Перекладываю в противень, наливаю примерно 1 стакан воды и отправляю запекаться при температуре 180 градусов примерно на 1 час. Открываю фольгу и отправляю мясо обратно в духовку еще примерно на 20 минут. Это мясо можно подавать к столу и горячим, и холодным. Также за 1-2 дня до праздника можно засолить и красную рыбу. Рыба по этому рецепту получается очень вкусная, малосольная и она нравится всем. Я буду солить лосось вес примерно 1 кг. Рыбу надо хорошо подготовить, очистить кожу от чешуи и удалить все кости. Перед засолкой рыбу я замораживаю на двое суток. Замороженную рыбу оставляю при комнатной температуре до полной разморозки. Готовлю сухую смесь для засолки. На 1 кг рыбы беру 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахара. Добавляю черный перец, перемешиваю. Солить рыбу лучше в стеклянной или керамической посуде. На дно формы высыпаю немного смеси соли и сахара и добавляю веточки укропа. Сверху выкладываю рыбу и засыпаю оставшейся смесью. Равномерно её распределяю. Добавляю несколько горошин душистого перца и веточки укропа. Закрываю контейнер крышкой и отправляю рыбу в холодильник на сутки. Рыба хорошо просолилась, образовался рассол. Надо его слить, чтобы рыба не стала слишком солёной. Рыба получается очень вкусная, малосолёная. Её можно тонко нарезать, красиво выложить на тарелку и подать к праздничному столу. Многие, в том числе и я, любят салат мимоза и готовят его на праздничный стол. А сегодня я предлагаю приготовить фаршированные яйца мимоза. Закуска получается очень эффектная и украсит праздничный стол. 6 из 8 творных яиц разрезаю пополам. Желтки выкладываю в миску. Несколько желтков откладываю для украшения. Оставшиеся желтки и два яйца натираю на мелкой тёрке. Также натираю на мелкой тёрке сыр чеддер. Можно использовать любой твёрдый сыр. Добавляю консервированный тунец. Сливаю масло, немного его разминаю, выкладываю в миску. Мелко режу перья зелёного лука. Добавляю его в салат. Добавляю майонез и перемешиваю. По вкусу добавляйте соль и перец. Я добавляю только перец. Теперь этим вкусным салатом наполняю половинки белков. Смазываю сверху майонезом. И украшаю натертыми на мелкой тёрке желтками. Яйца перекладываю на сервировочную тарелку и украшаю укропом. Закуска получается очень вкусная и выглядит как нежные цветы мимоза. Также предлагаю приготовить очень вкусный мясной салат «Фаворит» с тремя видами мяса. Этот салат действительно фаворит на праздничном столе. Он разлетается моментально и особенно он нравится мужчинам. Язык и куриное филе можно творить накануне вечером и на следующий день закончить приготовление салата. Обжариваю на сковороде лук и грибы. Лук режу четверть кольцами. Обжариваю в небольшом количестве растительного масла до красивого золотистого цвета. Пластинками режу шампиньоны. Обжаренный лук выкладываю в сито. На ту же сковородку наливаю еще немного растительного масла и обжариваю грибы. Тоже до красивого золотистого цвета и чтобы выпарилась лишняя влага. Затем также выкладываю их в сито. И грибы и лук оставляю остывать. Все мясо режу соломкой. И куриное филе, и язык, и ветчину. Маринованные огурцы также режу соломкой. В миску к мясу добавляю огурцы, грибы и жареный лук. Для украшения салата я буду использовать дайкон. Режу его тонкими кольцами на терке и отправляю в подсоленную воду на 10-15 минут, чтобы он стал мягче. Готовлю заправку для салата. В майонез добавляю хрен. Зубчик чеснока натираю на терке. Добавляю соль и черный перец. Все перемешиваю и заправляю салат. Дайкон достаю из воды, он стал мягкий. Выкладываю на бумажное полотенце. Кружочки дайкона выкладываю внахлёст и скручиваю, скрепляю зубочисткой. Расправляю лепестки. Получается красивый цветок роза. Перекладываю салат в кольцо диаметром 16 сантиметров. Хорошо прижимаю. Снимаю кольцо и украшаю салат. Конечно, вы можете делать это по своему вкусу. Такой салат будет фаворитом на вашем праздничном столе. Также предлагаю приготовить очень легкий и свежий салат Цезарь по классическому рецепту. Этот салат действительно очень легкий. Я в него не добавляю ни мяса, ни яйца. Только хрустящие листья салата, хрустящие сухарики и великолепная заправка. Сначала приготовлю сухарики. Багет разрезаю на небольшие кусочки. Выкладываю в форму. Солю, добавляю черный перец, орегано и слегка поливаю оливковым маслом. Перемешиваю и отправляю запекаться в разогретую до 230 градусов духовку примерно на 7-8 минут, чтобы сухарики стали хрустящими сверху и оставались нежными внутри. Готовлю заправку. В чашку кладу зубчик чеснока, вливаю лимонный сок, добавляю тростниковый сахар. Вместо анчоусов, которые традиционно добавляют в эту заправку, я добавлю рыбный соус. Можно просто добавить соль, если у вас нет возможности купить этот соус. Также добавляю вустерский соус, европейскую неострую горчицу, немного соли и черный перец. И начинаю все взбивать погружным блендером, постепенно вливая оливковое масло. Получается вот такая кремовая масса. Добавляю в нее дижонскую горчицу в зернах. Перемешиваю и заправка для цезаря готова. Листья салата ромен, именно из них готовят классический цезарь. Надо хорошо помыть. И нарезаю на довольно крупные куски. Выкладываю листья в миску, добавляю сухарики, добавляю натертый на мелкой терке сыр пармезан. Слегка перемешиваю. И теперь добавляю заправку. Снова все перемешиваю. Также я нарезаю тонкие кусочки сыра пармезан при помощи овощечистки. Перекладываю салат в тарелку и подаю к столу. Хрустящие листья салата хрустящие ароматные сухарики, сыр пармезан и великолепная заправка. Это очень вкусно. В качестве гарнира кутки предлагаю приготовить очень вкусный и нежный картофель по-селянски. Готовится он очень быстро, буквально за полчаса. И это очень удобно. Картофель я буду готовить в кожуре, поэтому его надо очень хорошо помыть со щеткой. Старайтесь выбрать картофель одинакового размера. Разрезаю его сначала пополам и затем еще на три части. Получаются дольки среднего размера. Перекладываю все в кастрюлю, наливаю холодную воду, довожу до кипения и варю еще примерно 3-4 минуты. Сливаю через сито воду, перекладываю картофель в миску и добавляю специи. Я добавляю соль, перец, сушеный чеснок, паприку, немного табаско. Добавляю 4 столовые ложки оливкового масла и смесь итальянских трав. Хорошо перемешиваю. Оставляю картофель постоять минут на 10. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываю картофель, чтобы каждая долька лежала отдельно. Так он запечется со всех сторон. Отправляю все в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, проверяйте готовность картофеля. Мелко режу большой пучок укропа и несколько зубчиков чеснока. Картофель готов, он такой красивый и вкусный. Перекладываю его в миску, добавляю укроп, чеснок и хорошо встряхиваю. Перемешиваю, какой картофель получился ароматный. Сразу подаем его к столу. И на десерт я предлагаю приготовить вкуснейший торт пьяная вишня. Он выглядит эффектно, а готовится проще простого. Он получается такой влажный и у него насыщенный шоколадный вкус. Я уверена, такой торт станет действительно украшением праздничного стола. Бисквит можно испечь заранее, за 2-3 суток. Обернуть пищевой пленкой и хранить в холодильнике. Выпекать корж я буду в разъемном кольце диаметр 20 см. Оборачиваю дно фольгой и также выкладываю пергаментную бумагу. Переставляю форму в противень. В муку всыпаю какао, добавляю разрыхлитель. Перемешиваю. Разделяю белки и желтки у яиц. Посуда, в которой взбиваем белки, обязательно должна быть чистая и сухая. В белки добавляю соль и начинаю взбивать. Постепенно всыпаю сахар. Сахар лучше использовать мелкокристаллический. Белки взбиваю до мягких пиков. И теперь в эту воздушную массу по одному добавляю желтки и хорошо перемешиваю. Получается очень пышная воздушная масса. След от венчика не растекается. Добавляю экстракт ванили. Перемешиваю. Теперь просеиваю в несколько приемов муку с какао и аккуратно перемешиваю лопаткой сверху вниз, чтобы сохранить всю пышность. Получилось очень воздушное шоколадное тесто. Выливаю его в форму и разравниваю. Отправляю в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Бисквит готов, оставляю его на 10 минут в выключенной духовке. Извлекаю из формы и оставляю остывать на решетке. Рекомендую бисквит приготовить заранее. Так он отлежится и будет еще вкуснее. У бисквита срезаю верхнюю шапочку. Толщина примерно один сантиметр. Теперь аккуратно вырезаю мякиш, отступаю от края примерно один сантиметр. Кусочки бисквита перекладываю в миску. Получилась вот такая чаша из бисквита. Откладываю немного бисквита для украшения. Буду делать из него крошку. Оставшуюся большую часть измельчаю. В миску выкладываю черный шоколад, сливочное масло и сгущенку. Буду прогревать в микроволновке короткими импульсами и перемешивать, чтобы шоколад не свернулся. Масса полностью стала однородной и я добавляю в нее размороженную вишню вместе с соком. И добавляю ликер. Хорошо перемешиваю. Вместо ликера можно добавить коньяк. И теперь полученную массу выливаю в миску с кусочками бисквита. Перемешиваю. И все перекладываю в чашу из бисквита. Хорошо все прижимаю, утрамбовываю. Закрываю верхушкой. И сам торт закрываю сверху пленкой. И отправляю в холодильник для пропитки на 8-12 часов. Обычно я готовлю такой торт на ночь. Теперь осталось торт украсить. Конечно вы можете это делать по своему вкусу. Я готовлю шоколадную глазурь. Добавляю шоколад в сливки и прогреваю в микроволновке короткими импульсами, каждый раз хорошо перемешивая. Когда весь шоколад расплавился, добавляю сливочное масло. Перемешиваю. Часть глазури выливаю сверху на торт и разравниваю. Промазываю бока торта. У меня осталась примерно половина глазури. Из нее я буду делать крем для украшения. Отправляю ее в холодильник примерно на 10-15 минут. Бока торта украшаю крошкой, которую я сделала из отложенных кусочков бисквита. Торт отправляю на 10 минут в холодильник, чтобы застыла глазурь. Готовлю крем для украшения. Остывшую глазурь взбиваю до плотных пиков миксером. Получился нежный шоколадный крем. Перекладываю его в кондитерский мешок и украшаю торт. Торт получается очень красивый и вкусный. Это замечательный нежный десерт для новогоднего праздничного стола. Друзья, надеюсь, это меню для новогоднего праздничного стола вам понравилось. Обязательно пишите комментарии. Хотите ли вы, чтобы я сделала еще такие подборки рецептов, такие меню? И, конечно, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Делитесь этим видео с вашими друзьями в социальных сетях. И подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.